История Палача Рока на данном этапе подошла к концу, и вполне очевидно, сюжет второго и заключительного дополнения, как и его концовка, в очередной раз разделила фанатов на две части. Но наша задача на сегодня найти золотую середину, чтобы понять, смогли ли разработчики дать ответы на волнующие вопросы относительно вселенной Doom, который они перезапустили в 2016 году. Сразу хочу сказать, что этот ролик не последний, будет еще один, в котором мы разберем весь сюжет Doom с момента перезапуска. А сегодня, чтобы упростить задачу, поговорим лишь о второй части дополнения, так как оно достойно отдельного видео, потому что перевернуло представление вселенной с ног на голову. Я расскажу, что произошло с Палачом после убийства Давота, и почему он позволил себя запереть в гробнице. А также разберем предысторию темного владыки и всеотца, то есть выделим те моменты, которые были ложными в оригинальном Doom Eternal и первом дополнении, и много чего еще. Получилось, как всегда, интересно, поэтому рекомендую досмотреть до конца. У микрофона, как всегда, Леонид Князев. Поехали. С одной стороны, я солидарен с теми, кто возмущен сложившимся положением дел. Называть концовку «завершенный» с большой буквы язык не поворачивается, так как нам не раскрыли огромное количество сюжетных вопросов, которые копились на всем протяжении двух частей и первого дополнения. Нам показали корабль призраков, но откуда они пришли – непонятно. Что будет со всеотцом – непонятно. Как восстанавливается Земля – неясно. Что случилось с последней армией ночных стражей – тоже неясно. И так далее и тому подобное. На некоторые вопросы я постараюсь ответить, но опять-таки из-за отсутствия конкретных доказательств это можно заранее списать на фанатскую теорию. Но иного выбора у нас сейчас нет. Но основная проблема – это размытая концовка, которая не дает ответов на вопросы о будущем вселенной. Что с одной стороны хорошо, так как позволяет инвесторам в будущем вернуться к продолжению. Однако на данном этапе разработчики заявили, что гонять чертей мы пока не сможем. Но это легко исправить, ведь в сюжетной кампании Dragon Champions тебе предстоит противостоять армии демонов. Но в отличие от Doom, ответственность за планетарный коллапс лежит на плечах дракона. Dragon Champions, который является спонсором сегодняшнего видео, это фри-то-плей RPG с отсутствием обязательных микротранзакций для комфортной игры. Так как в большинстве подобных RPG очень сложно качаться бесплатно. Здесь же с помощью исключительно своих навыков ты можешь пройти не только сюжетную кампанию, но и зарубиться в других режимах, не вкладывая ни копейки. Но главное, что заинтересовало меня в этой игре – это непринужденная сюжетная кампания с юморком и множеством отсылок, разбитая на три истории в духе классического фэнтези. В игре есть возможность тактических сражений, PvP, PvE и много других штук. Закончив кампанию, попробуй свои силы в башне и сражай с волнами коварных врагов. А объединив свои силы с друзьями, ты можешь отправиться в рейд, чтобы одолеть сильнейших существ Корадора и победить древних драконов. В игре более 70 самых разных героев из множества раз, и у каждого из них есть своя история. Например, мне больше всего запомнився Каркрим – это могущественный маг, который наносит массовый урон по площади, пока вокруг полно врагов. Он может вызвать бурю, которая с огромным успехом уносит слабаков, в то время как его верное призрачное чудовище следит за тем, чтобы никто не ускользнул невредимым. И тебе он достанется абсолютно бесплатно. Скачивай игру по ссылке в описании, ты помогаешь моему каналу. А в качестве благодарности по промокоду LIFEGIFT ты получишь 500 драконов, 250 тысяч золота, 500 энергии и моего любимого героя Каркрима. Отличный подарок для быстрой прокачки. Промокод будет действовать до 15 уровня и только в первые 30 дней. Поэтому поторопись. Одна из основных моих претензий заключается в том, что самого главного по факту антагониста беспощадно и бесповоротно слили. То, что нужно было разворачивать в отдельной части, тем самым раскрыв его потенциал, завернули в пару реплик и хоть неожиданный, но какой-то несерьезный сюжетный твист. О том, что вселенная с раем, адом и человеческой расой были созданы тем, кого мы именуем дьяволом или темным лордом. Сложилось впечатление, что данный поворот был придуман на ходу во втором дополнении, но оставим это на совести разработчиков. Главной загадкой стала даже не дальнейшая судьба палача. Нет, мы вообще ничего не узнали о том, как появился довод, кто его создал и откуда он пришел. Если всеотец был окутан некой религиозной пеленой и нам рассказали, когда появилась пустота, он первый, кто пронесся через нее, создавая новые реальности. А когда решил остановиться и отдохнуть, Урдак возник из него. А позже, в ходе эксперимента, он создал Джекад. Но, как мы узнали из второй части, все это была ложь. И основателем мира является довод, который создал мир Джекад и всех остальных. Но откуда взялся он сам, при том, что выглядит он не особо как-то сверхъестественно относительно тех же призраков, о которых мы поговорим отдельно, и искусственной расы творцов. Это и натолкнуло меня на мысль, что сам довод не является первым существом во вселенной. Я предполагаю, что за пределами известных нам измерений Джекада, Урдака и Земли вместе с Арген Днур существует еще множество, где жили подобные доводу и призракам. И именно призраки были первородной и возглавляющей расой. Но война со своими изжитворениями разорили их миры, что заставило их искать новый дом. Возможно, довод остался единственным представителем своей цивилизации, кто выжил и также покинул свой дом. Кстати, очень похоже на сюжет из комикса Супермен. И силы, дарованные призраками, помогли ему построить новый мир – Джекад. Однако созданная им раса, которая очень похожа на человеческую, судя по солдатам, которые защищали Имору, оказалась лишена тех способностей, которые достались ему от призраков, то есть бессмертия, что породило в его душе жажду превзойти своих создателей. Призраки, в свою очередь, потерпев крушение на безлюдной планете, решили начать все заново. Построили новый мир – Арген-Нур, населив его гигантами, как я понимаю, они точно такие же, как те гиганты, которые живут в аду. А позже создали прародителей землян – стражей. Кстати, в кодексе отдельно подчеркивают, что стражи нужны были им не для того, чтобы превращать их в своих рабов, а чтобы они оберегали их от внешних врагов, взамен подарив им свою энергию. Но сам корабль оберегали два духохранителя, видимо, по образу которых был создан человек. Подсказка была в словах стажера, что данные с этого корабля ни на что не похожи. Это намекает, что простой корабль более совершенен, чем технологии на Урдаке. А так как технологии Урдака – это лишь копия с Джекада, то, получается, призраки являются более древней расой, чем сам первородный довод. И вот что важно. Нам предложили такую концепцию, что после предательства всеотца, темный лорд задумал отомстить творцам, которые заперли его в своем мире, отобрав имя, а главное – силу, которая стала принадлежать всеотцу, что позволило ему создать Урдак и переселить туда творцов, которые стали прообразами богов. Но темный лорд не захотел это оставить просто так. Изначально довод использовал технологию призраков, а именно энергетические кристаллы для сотворения новых рас и своего мира. Этот же кристалл использовал всеотец, когда предал своего создателя, чтобы построить Урдак. А спустя какое-то время его же использовала консозидательница, чтобы запитать божественную машину. Такая же была построена и в городе Тараснабад. В этот момент довод посылает ей видение, что придет некий зверь и положит конец ее правлению и уничтожит расу творцов. Чтобы этого не допустить, она пришла в мир людей, одним из которых был Арген Нур. Втеревшись в доверие, она рассказала об этом пророчестве и ей охотно поверили. Но все попытки отыскать зверя не увенчались успехом, а со временем это пророчество стерлось из памяти. И даже когда к ним пришел будущий палач, никто не признал в нем зверя. Главной же целью довода было именно завести палача в эту машину, чтобы наделить его невероятной силой. Когда он разочаровался в Созидательнице, он внедрил эту мысль Серафиму, убедив, что уже она, угроза для расы творцов. План сработал и палач был создан. С того момента довод знал, что рано или поздно палач освободит его и при этом уничтожит расу творцов, которые в свою очередь уничтожили его новый дом Арген Нур. И тут начинается самое интересное. Выходит, что людей создали одновременно и призраки, и довод. А как же палач? Чим потомком является он? В интернете существует большая статья, суть которой заключается в том, что проводится параллель с некоторыми играми, в которых представлены предки палача, объединяя серию Вольфенштайн и Дум, а сам он является проправноком Биджея Бласковица. И при том, что обе серии были подвергнуты перезапуску, эта связь никуда не делась, хоть ее никто и не выпячивает. Есть предположение, что данное направление как раз выбрали в Думы Тернал, продемонстрировав шлем пеходинца, подчеркнув, что он прибыл с земли, может через временной разлом или портал попав сначала в ад, а оттуда уже в Арген Нур. Так как, по идее, на тот момент земля еще не была подвержена нападению со стороны ада. Но это если отталкиваться от того, что классический Дум не имеет никакого отношения к этой серии. Хотя есть версия, которая пытается объединить перезапуск с классической историей игр Дум. Но об этом в другой раз. Смысл в том, что у этой семейки однозначно неординарные способности. И символы палача и Довота идентичны благодаря тому, что палач был создан самим Довотом. Возможно из него самого, как часть его сущности, или как Ева из ребра Адама. Привет библейским отсылкам. Так как на протяжении всей его жизни судьба вела его к своему создателю, как недостающее звено. План Довота, после того, как его предал всеотец, начал работать с того момента, как родился первый предок палача. Возможно это отметина есть не только на его броне, но и на его теле. Теперь понятно, почему его боялись демоны. А когда палач стал стражем, этим знаком помечали его оружие и его боевого дракона, подчеркивая статус. Но истинный смысл мало кто понимал. Кстати, не исключено, что этим клеймом могли помечать своих рабов призраки, так как знак палача на спине Довота похож именно на клеймо. И кстати, истребление призраков вполне могло быть вписано в планы Довота, как желание завершить былое противостояние. Непонятно, почему такое количество призраков находится в спящем состоянии и не вышли на сражение против захватчика, который при этом пленил и использовал призраков для получения энергии в аду. Я думаю, что это связано с тем, что только малая часть смогли безболезненно выйти из креосна после столкновения. Остальные не смогли. Но это не означает, что однажды этого не произойдет. Но возможно и такое, что оценив расстановку сил, они укрылись в желании переждать заваруху. Но это звучит крайне смешно, учитывая их силу. Что касается творцов и почему они не признали палачи Довота, своего первородного царя, дело в том, что со временем, примерно раз в 10 тысяч лет, творцы начинают деградировать и подвергаются своего рода перезагрузке. Поэтому очевидцев предательства не осталось, так как это произошло до создания Урдока. Отдельной загадкой являются сами Серафимы. И даже не они сами, а вот эти парни, которые точная копия всех Серафимов, встречаемых в игре. Как мы теперь знаем, Давот создал расу творцов, которые в будущем будут населять Урдок. Перед финальной битвой Всеотец говорит, что он тоже является творением Давота. Смею предположить, что Всеотец является первым из созданных творцов, первым Серафимом, став его правой рукой. Но кто-то дает эти проекции. И благодаря единственной фразе, которую я не смог перевести, даже не смог приблизительно понять, о чем может идти речь, поэтому если у тебя есть предположения, с удовольствием почитай их в комментариях. Так вот, они подписаны как древние боги. Соответственно, простых Серафимов древними богами называть никто не будет. Тут есть два варианта, которые, на мой взгляд, самые логичные. Во-первых, это могут быть проекции богов, сферы которых находятся в храме душ. Не считая Всеотца и Давота, там еще 14 сфер. Но нам показали лишь 13 богов. Пять находились на корабле призраков, охраняя кристалл. Троих показали перед битвой с Давотом. И пятеро охраняют саркофаг палача, где потеряли последнего неизвестно. Может, его показали мериком в одной из локаций, но припомнить я не могу. Если видел, дай знать. И тут получается, или они одни из тех, кто создал сам Давот для поиска вечной жизни для своего народа, которых после предательства он устранил. Но тогда непонятно, что они делают на корабле призраков, ведь их нахождение там вообще нелогично. Но важно, что они никак не проявляют себя, словно просто наблюдают со стороны. Вполне возможен и такой вариант, что это по их образу и подобию была создана раса творцов вместе с Серафимами. И они могут быть как и прародителями призраков, или же их потомками. Так как некоторые сходства вполне очевидны. Нижние конечности призраков такие же, как и у них. Но, как всегда, информации отсутствуют. Но главное, что древними богами именуют именно этих парней. Следующее, о чем мы еще не поговорили, это то, что произошло с демонами и палачом после убийства Давота. Многие, судя по комментариям, ошибочно считают, что палач погиб. Но это не так. После убийства он потерял свою силу. Возможно, как раз ту, которую получил благодаря божественной машине, в которой его поместил Самур. Но тут интересно иное. Нам за все время раза четыре сказали, зачем нужно убить Давота. Так как после его гибели все демоны за пределами ада исчезнут. И будут навечно запечатаны в нем. Как будто с первого раза никто не запомнил. Но обстоятельства некоторым образом поменялись. И получается, это должно касаться всех существ за пределами своих миров. Но что тогда произошло с армией ночных стражей? Если они выжили, что скорее всего, раз нам ничего не показали, тем более, что их создали призраки, значит Давот не является прародителем всего живого. А дом Гай мог потерять свою силу из-за того, что дарована она была именно темным владыкой. И после его смерти она или исчезла, или серьезным образом ослабла. Но более логичным в таком случае было бы исчезновение Палача, как исчезли демоны в других мирах. Так как он ведь является человеком. Или нет? Просто по логике игры выходит, что он был создан в аду, где и находится Храм Душ. Именно поэтому он не испарился. Даже на этой маленькой детали можно было завертеть классный твист о происхождении Палача. Но как и многое другое, разработчики предпочли просто слить. Забавно получается, что по итогу в живых остался только всеотец. Который, несмотря на то, что лишился жизненной сферы, все равно может влиять на все существующие миры. Возможно, именно он приказал Серафимом запереть Палача в саркофаге. Так как по факту его миссия закончилась. Он больше не нужен этим мирам, которые не без помощи Палача лежат в руинах. Что касается продолжения, могу сказать, что разработчики оставили просто огромное количество развивок для того, чтобы когда-нибудь вернуться к этой серии. Что, с одной стороны, внушает надежду. Но, как по мне, нужно было или ставить жирную точку, а потом уже соображать. Или не говорить, что это заключительная часть и больше мы Палача не увидим. Хотя, буквально во время монтажа, прочитал новость, что история, начавшаяся в 2016 году, закончена. Но Палача мы еще обязательно увидим. Однако в совершенно иной истории. Один из вариантов, как можно продолжить серию, это углубиться в предысторию призраков. О которых нам практически ничего не известно. За исключением того, что они могущественная раса неизвестного происхождения. Поэтому потенциал просто огромный. Или же, что будет скорее всего, это сделают приквел, который полноценно расскажет предысторию Палача Рока. Лайки и комментарии приветствуются. Лучше даже не один. Обязательно покажи этот ролик друзьям. И, конечно, подписывайся. И проверяй колокольчик, чтобы не пропустить видео с глобальным разбором сюжета Doom. Для тех, кто досматривает до конца, хочу сделать маленькое объявление. У нас на канале скоро 50 тысяч подписчиков. Поэтому мне бы хотелось сделать небольшой стрим. И поговорить с вами о том, что будет с каналом дальше. Какие планы. И вообще, что происходит, скажем так, за курицами. Объявление о том, когда будет стрим, сделаю отдельно. Ну а пока на этом сегодня все. С вами был Леонид Князев. Пока.